Дубинка по голой заднице, как российский СОБР, вошел не в ту дверь. Мир Орбана. Зачем венгерский премьер поехал в Киев и в Москву? И о чем на самом деле он мечтает? Лукашенко поплохело, как белорусский диктатор просил Си Цзиньпина угомонить Путина влево или вправо, куда в итоге ринется Европа и где в этом урагане место Украины. Итоги саммита ШОС в Астане. Что происходило за кулисами театра лидеров заднего двора? Добрый день, меня зовут Владимир Унец. В современном мире поток новостей очень быстрый. Сложно за всем уследить, да еще и понять, что же на самом деле происходит. Ведь вокруг столько пропаганды и дезинформации. Как в этом всем не запутаться и не утонуть? Я для вас отобрал самые главные события последних дней. Только то, что действительно важно и что поможет вам понять, где правда и истина. Ну а вы смотрите сами. На прошлой неделе федеральный телеканал «Россия-1» посвятил часть своего эфира свинскому отношению к российским военным, погибшим на территории Украины. Драматические события разворачиваются в селе Карпысак Новосибирской области. В буквальном смысле свинское отношение вынуждены терпеть жители села Карпысак. Свиньи и местного фермера разрыли могилы бойцов на местном кладбище. Свиньи разрывают могилы. Такое бывает часто, если за свиньями не следить. Но российское федеральное телевидение придает проблеме федеральное значение. Свиньи разрыли могилы участников так называемой СВО. На этих кадрах 100-килограммовый хряк роется в святая святых. Словно в грязи стадо веслобрюхих осквернило десятки сельских могил. И что самое свинское разворотило захоронение павших героев. Что ж теперь будет со свиньями? По каким статьям Следственный комитет возбудит уголовные дела? Госизмена? Дискредитация российской армии? Нарушение закона о фейках? Объявят ли теперь свиней иноагентами? И почему вообще свиньи решили вырывать из могил российских солдат? Других могил что ли не было? Это что-то сродни поджогов военкоматов. Точно. Но автор сюжета быстро приводит зрителя в чувство. Он уже и до этого снимал сюжет о свиньях и могилах героев захватнической войны против Украины. Оказывается, свиньи принадлежат местному фермеру. И фермеру этому нет никакого дела ни до путинского многополярного мира, ни до героев так называемой СВО. Он колбаску делает, но и за животными не шибко пристально следит. Контора мутится, колбаска крутится. И вот журналист, господи, я вслух его так назвал, да, идет к местному главе села и берет с него обещание разобраться. Мы взяли обещание с главы местного сельсовета, что он положит конец свинству в Карпысаке. Ну давайте так. Вот если он не делает, я с работы ухожу. Договорились. Без проблем. По рукам? По рукам. И вот теперь история получает настоящий драматический разворот. HBO, Netflix и Sony нервно курят в сторонке. Их драмы и сериалы просто ничто по сравнению с телесюжетом на федеральном российском телевидении. Журналист берет на себя роль, впрочем, смотрите сами. За слова надо отвечать. Мы приготовили для главы чистый лист под заявление об увольнении. И ручку, которая после невыполненного обещания, он должен поставить точку в своей карьере. Вот лист. Пишите по собственному. Короче, глава села никуда не делся. Его, мол, уговорили остаться на должности. Свиней договорились отстреливать, хотя лучше бы, конечно, за госизмену засудили, ну или иноагентами признали. Развязка этой федерального уровня драматической истории куда более скучная, чем завязка. Ну, такое, впрочем, иногда бывает. Но федеральное российское телевидение отличилось не только с винской историей. На прошлой неделе телеканал «Россия-24» в одном сюжете программы «Вести» показал видео, как военные стреляют в голову раненому сослуживцу. В буквальном смысле добивают, чтобы тот не мучился. Отношение, казалось бы, к своим же побратимам, как к насекомым-вредителям. Вот эти хлопцы, сдавая позиции, бегут куда глаза глядят. Рядом с одним из ВСУшников приземляется дрон. Взрыв, рассеивается дым, боевик корчится от боли. Даже не разбираясь особо в чем дело, его напарник цинично стреляет ему в голову. Конечно же, российские ведущие попытались убедить публику в том, что это, мол, фашистствующая украинская армия своих же в спину убивает. Зрителю снова рассказали об идеологически заряженных неонацистах, ну и все такое. Но тут возникает традиционный вопрос – а был ли мальчик? Все же мы помним 2014 год и историю про распятого мальчика в трусиках. А за этой историей была целая плеяда подобных фантазий российской пропаганды. Что ж, судя по всему, случай такой действительно произошел. Видео инцидента первый выложил телеграм-канал Russia No Context. Авторы канала заявили, что получили запись от подписчика. А тот, в свою очередь, утверждал, что в видео российские военные убегают в сторону украинских позиций и один из военнослужащих по просьбе своего сослуживца добивает его выстрелом в голову после того, как тот был ранен FPV-дроном. Russia No Context отмечал, что это не первый такой, между прочим, случай. Российские военкоры тут же заявили, что видео вовсе фейковое, что, мол, это украинская постановка, а солдаты не настоящие. Тогда, получается, российский телевизор показал фейк? Ну, разве такое может быть? Может, может. Но это, судя по всему, все-таки не фейк. А синт-аналитики группы Conflict Intelligence Team пишут, что видео снято с геолокацией, и произошло это на линии соприкосновения неподалеку от села Работина Запорожской области. Об этом же написал телеграм-канал Russia No Context, распространивший видео, а также украинский журналист Юрий Бутусов. Специалисты говорят, что видео почти наверняка настоящее, но и форма на солдатах точно не украинская, так что вы уж смотрите сами. Кстати, сейчас самое время поставить лайк этому видео, подписаться на наш YouTube-канал и оставить комментарий. Делитесь своими мыслями. Интернет пока еще относительно свободное пространство. Теперь уже стало окончательно понятно, что Джо Байден, несмотря на провальные теледебаты с Дональдом Трампом, не собирается сниматься с избирательной гонки. Действующий американский президент дал первое интервью после того самого словесного поединка с оппонентом. Байден рассказал журналистам ABC News, что он полагает, что более квалифицированного человека, чтобы стать президентом и выиграть эту гонку, просто не существует. Президент США отверг все опасения по поводу его здоровья, но при этом пройти специальные когнитивные тесты и обследование невролога отказался. А вот что Байдену точно удалось сделать, так это затмить Трампа с его десятками уголовных дел в медиапространстве. Все буквально говорили про Байдена и только про Байдена. Вслух и полушепотом. Экономист вышла с разгромной статьей под заголовком «Главный защитник», а же не американского президента Джилл Байден, которая сразу после дебатов хотела было исправить ситуацию и выкрикнула мужу, что он отлично держался и ответил на все вопросы. Сделала она это перед десятками телекамер и сделала только хуже. Даже лояльно настроенные комментаторы заговорили о том, что Джилл Байден, которая на десяток лет моложе президента, выглядела, как будто бы она медсестра пациента и из дома престарелых пытающаяся подбодрить своего подопечного. Аналитик Кейт Андерсон Брауэр в своей колонке для CNN обстоятельно разбирала, почему же Джилл Байден не отговорит своего мужа участвовать в выборах. В статье также говорится, что все 50 лет, которые Байден в политике, жил все время рядом с ним. Поэтому рассчитывать на то, что она его уговорит сдаться, все же не приходится. Кстати, семья президента в провале на дебатах обвинила команду президента. То ли не доготовили, то ли переготовили. В общем, он устал и не мог ясно мыслить. Честно, лучше бы уже молчали, ведь политических бонусов это Байдену явно не принесло. Именно на возрасте и состоянии здоровья строят свою оппозицию республиканцы. Родственничек ей только подогрели в итоге этот нарратив. Давление на Джо Байдена оказывают и спонсоры демократической партии Эбигейл Дисней. Наследница состояния семьи Дисней рассказала каналу деловых новостей CNBC, что не верит в способность Байдена победить Дональда Трампа. Филантроп Гедеон Стайн сообщил газете New York Times, что его семья не выделит 3,5 миллиона долларов некоммерческим и политическим организациям, участвующим в президентской кампании, если Байден не выйдет из гонки. Голливудский продюсер Дэймон Линделоф, пожертвовавший демократам более 100 тысяч долларов, в этом избирательном цикле опубликовал открытое письмо в издании Deadline, в котором призвал других доноров придержать свои средства до тех пор, пока не произойдут изменения. В Москве в это время тихо хихикали и потирали руки. Трамп грозится принудить Украину и Россию к переговорам, обещает прекратить войну. Трамп якобы уже даже обсудил с Путиным, какую часть украинских территорий Москва может оставить за собой в рамках соглашения об окончании войны. Об этом сообщает политика со ссылкой на собственные источники, близкие к Трампу. Издание при этом не раскрывает подробностей о формате этих переговоров, на какой стадии они сейчас находятся и о каких регионах в конечном счете идет речь. Ведь в свою очередь источники политика говорят, что Трамп хочет заключить с Путиным сделку, по которой Украина и Грузия смогут вступить в итоге в НАТО. В Кремле, конечно, от любых переговоров быстро открестились. Тем не менее, Путин прокомментировал этот вопрос публично. Вы знаете, то, что господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирает это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем. Но о мирных переговорах и планах Путина немного позже. Вернемся все же к президенте Аде, которая сейчас в самом разгаре в США. Обязательно нужно помнить, что в конечном счете президенты это будут выбирать всего несколько сотен человек. Это члены так называемой коллегии выборщиков. Именно за ними будет финальное решение. То, что в дипломатическом словаре обозначается как политический компромисс, обычно означает выбор наименьшего зла, да простят меня кандидаты, но именно так все и происходит. Отцы-основатели США предполагали, что в силу малограмотности населения страны, симпатии избирателей могут приобрести популисты и экстремисты различного рода. Ну тогда так все было устроено. Короче, в отличие от России, в Америке результаты выборов все равно будут сюрпризом и поводом для ликования одного лагеря, и поводом для разочарования другого. Так работает демократия, даже если она несовершенна. А вот заклятые враги Америки уже избрали себе президента. В Иране по результатам второго тура главой государства стал бывший кардиохирург 69-летний Масуд Пезешкиян. В мировой прессе его описывают как умеренного президента. Но поможет ли это Ирану, и каким будет теперь союз с Россией? Во время избирательной кампании Пезешкиян критиковал полицию нравов, он выступает за предоставление больших свобод женщинам и за объединение иранского общества. Он родился на западе страны, в провинции Западный Азербайджан, которая населена преимущественно азербайджанцами и курдами. Его отец азербайджанец иранского происхождения, ну а мать курдянка. Сам Пезешкиян свободно говорит на азербайджанском и курдском языках. Избранный президент в ходе предвыборной кампании также обещал снять некоторые ограничения на пользование интернетом в Иране, где блокируются практически все ресурсы, которые физически не находятся в этой стране. Что касается внешней политики Тегерана, то Пезешкиян обещал прекратить изоляцию Ирана от остального мира. Кроме того, призывал к конструктивным переговорам с Западом по поводу возобновления сделки 2015 года, в рамках которой Иран согласится ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление западных санкций. Дроны и ракеты для России и также снятие санкций для улучшения уровня жизни граждан Ирана явно вещи несовместимые. Мне почему-то кажется, тут уж как пойдет и кто предложит условия получше. Тем не менее, Путин уже быстренько поздравил его с победой, заявив, что при этом отношения между двумя странами будут только лучше с каждым днем. Не стоит также игнорировать фактор Хаммени. В Иране фактически всем заправляет религиозный фанатик В Британии продолжается премьеропад. Риши Сунак официально признал поражение и ушел с наивысшего государственного поста страны. Свою прощальную речь он начал с того, что извинился перед британским народом. Смотрите сами. Консерваторы были у власти в стране более 14 лет, и вот теперь партия Уинстона Черчилля и Маргарет Петчер снова уходит в оппозицию. Сунак вместе с семьей покинул бессменные резиденции премьера на Даунинг-стрит-10 под аккоматемент аплодисментом ровно в день объявления своей отставки как с поста премьера, так и лидера партии. Только за эти два года полномасштабной российской войны против Украины в Британии уже сменились четыре главы правительства. Борис Джонсон, Ли Страс, Риши Сунак. И вот теперь главой кабинета становится Кир Стармер. Я хочу поблагодарить уходящего премьера Риши Сунака, его достижение как первого британского премьера азиатского происхождения в нашей стране. Его сверхусилия никто не должен недооценивать. Лейбористы смогли победить не только потому, что консерваторы провалили внутреннюю политику, а еще и потому, что отказались от идеи переголосовать Брекзит. Теперь вопрос, как Британия будет дальше сотрудничать с Брюсселем, в частности, в сфере безопасности. Нет, она, конечно, как и большинство стран Евросоюза, остается членом НАТО. Но все же. Кто такой Кир Стармер и что о нем пишет мировая пресса? Изменится ли теперь что-то для Украины и России? Сможет ли Киев получить прежний уровень поддержки, а Москва платить по счетам деньгами собственных олигархов? Немецкая пресса в фокусе как раз и держит вопросы Брекзита. Так BBC цитирует деловую газету Handelsblatt, которая утверждает, что результаты британских выборов открывают возможность исправить Брекзит. Сейчас самое время исправить одну из самых больших ошибок в британской политике. Пакт о безопасности СССР может только стать ее началом, пишет издание. Во Франции в СМИ в основном выражают восторг по поводу прихода к власти лейбористов. Британский поворот налево им нравится куда больше, чем собственный крутой поворот направо. Ле Фигаро пишет, что несмотря на успех лидера реформы Найджела Фараджа, о нем немного позже, британский народ в подавляющем большинстве выбрал умеренного левоцентрического лидера. Итальянская Кьоре де ла Сера суха в своих выводах, что, мол, консерваторам теперь понадобятся годы, чтобы вернуть былую славу. А вот консервативное издание «Иль Джорнали» надеется на возвращение стабильности Великобритании, называя премьер-министра Кира Стармера обнадеживающей институциональной альтернативой. Странно, правда, итальянские консерваторы нахваливают британских левых. Польская национальная телерадиокомпания ТФП называет Стармера немного безвкусным и даже скучным. Но, к счастью для него, говорит вещатель, предыдущие лидеры консервативной партии добивались гораздо худших результатов. Американская «Нью-Йорк Таймс» называет победу Олейбористов сейсмическим моментом в политике Великобритании, вернувшим к власти партию, которая всего-то пять лет назад потерпела самое сокрушительное поражение с 1930-х годов. Конечно, учитывая этническое происхождение Сунака, да и в целом свое колониальное прошлое, за сменой хозяина резиденции на Даунинг-стрит следили в Индии. Интернет-ресурс The Wire назвал это, цитирую, удручающим завершением 20 месяцев пребывания Сунака во главе правительства. И вот единственное официальное заявление Китая по поводу прошедших выборов было сделано через МИД страны. В заявлении ведомства говорилось, что Китай, цитирую, заметил результаты британских выборов и теперь, тоже цитирую, надеется, что китайско-британские отношения пойдут по правильному пути. Причем китайская пресса в своих сообщениях как раз сделала упор именно на частоту смены правительства Британии, а не на повестку дня, которую теперь предлагает новое руководство страны. Мол, шесть премьеров за восемь лет – это как-то многовато. Китайцам такое и не снилось. Россия-мать была безжалостна и беспощадна в своих язвительных комментариях. Ну а вы ожидали чего-то другого? Государственные каналы один громче другого кричали, а по-другому говорится аудитория, они просто не умеют. Про, цитирую, жалкий провал и сокрушительное поражение для консервативной партии и премьер-министра Риши Сунака. Но самая главная мысль, которую все хотели донести российскому народу, что проклятые британские буржуи все равно не сменят своего отношения к великой и могучей владелице затертой временем ядерной кнопки. Тут хоть налево, хоть направо, но только не в сторону Москвы. Хотя надо признаться, что абсолютно неожиданностью для многих стало прохождение в парламент Британии Найджела Фараджа. Москвофил и укроскептик считает, что Украина должна прекратить воевать и начинать договариваться с Москвой. Кто вдруг не знает, Фарадж один из идеологов Брекзита, ну и бывший заклятый союзник Бориса Джонсона. Но вот несколько лет назад они громко и крепко разругались и с тех пор Фарадж критикует бывшего премьера, в частности и за любовь к Украине. Но еще, конечно, Фарадж заявлял, что Запад, мол, сам спровоцировал Путина напасть на Украину, ну и прогулок «Клухой угол» тоже, конечно же, говорил. В общем, как-то скучно продвигаются на Западе российские нарративы. Одно и то же, честное слово. Кстати, вам не кажется, что Фарадж уж больно внешне похож на российского Медведева? Ну, посмотрите сами. Если бы Фарадж столько пил, сколько Медведев, то, вероятно, его любовь к России выливалась бы в намного более яркие словесные формы. Хотя, кто знает, может, наоборот, сказал бы, что британские ядерные ракеты сотрут с лица земли Москву. Сложно, в общем, предугадать на самом деле. У партии Фараджа реформа в парламенте будет четыре кресла, в одно из которых сядет он сам. Пока британцы заканчивают свой маневр налево, по ту сторону английского канала или, если хотите, ла-манша, французы стремительно спешат повернуть направо. Даже, я бы сказал, ультраправо. Перед вторым туром неочередных парламентских выборов лидер национального объединения Марин Ле Пен дала большое интервью CNN, в котором много говорила о войне в Украине и миграционной политике Франции. Ле Пен, известная своей любовью к Путину, обещала, что в случае победы премьер-министр от ее партии заблокирует отправку французских войск в Украину, а также не допустит применения Киевом французского дальнобойного оружия для ударов по территории Российской Федерации. Электоратам легко сыграть, сказав, что наши, мол, французские ребята не будут гибнуть непонятно за что. Популисты, они на то и популисты, чтобы говорить в складка и много. Но на момент подготовки этого выпуска Франция еще только ожидала второго тура парламентских выборов, где Ле Пен пророчили очень хорошие результаты. Что же касается вопросов миграции, то национальное объединение выступает за отмену автоматического права на гражданство для тех, кто родился от иностранных родителей на территории Франции, ну а еще за серьезные ограничения гражданства по натурализации. Ле Пен хорошо бы могла сотрудничать с Бастрекиным, которого тоже очень беспокоит поток мигрантов, правда, в Россию. Хотелось узнать, когда хороший закон примет наша государственная дура. Но Франция не Россия. Тем не менее, партия Ле Пен предлагает ограничить права иностранцев на доступ к некоторым социальным услугам, включая жилье. Еще одно обещание, указанное в манифесте, это закон, направленный против исламских идеологий. Правда, каким образом, никто не рассказывает. Думаю, очень скоро мы узнаем, что к чему. При этом Ле Пен отвергает обвинения в расизме, которые ранее звучали в адрес кандидатов, выдвинутых от РН. По ее мнению, в любом политическом движении могут быть, цитирую, паршивые овцы. И она обещала, что жалобы будут рассмотрены внутри партии комиссией по конфликтам. При этом она отказалась немедленно исключить таких кандидатов из избирательных бюллетеней. Мол, не ее это видение справедливости. Сама лидер партии упорно отрицает, что ее партия крайне правая. Мол, по своим взглядам, РН находится между американскими право- и левоцентристами. То есть, как бы, по центру между центристами. Но Ле Пен, наверное, виднее. Правда, в этом я тоже сомневаюсь. В первом туре национальное объединение заняло первое место с историческим результатом. После этого занявшие второе место левые, новый народный фронт и пришедшие третьими президентский блок вместе договорились о снятии с выборов больше 200 кандидатов с целью избежать раскола голосов и отдать их более сильным участникам. Кстати, еще до, не то что оглашения результатов, а в принципе до проведения второго тура, в Москве поддержали Ле Пен, что называется бурными и продолжительными аплодисментами. В соцсети ИКС Министерство иностранных дел РФ обнародовала фотографию улыбающейся Марин Ле Пен и написала буквально следующее. Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам и к отказу от диктата Вашингтона и Брюсселя. Но тут нежданчик. Ле Пен неожиданно раскритиковала такую поддержку. «Я думаю, что это провокация и, кстати, возможно, также небольшое вмешательство, потому что, когда вы постите такой твит, такой показной и такой провокационный, это можно сравнить с вмешательством», заявила Марин Ле Пен. При этом добавила, что решение принимает не Кремль, а французский народ. Что ж, мы все знали, что 2024 год – это год выборов в более чем 70 странах мира. Все понимают, что чем дальше, тем сложнее. Но при этом подумайте, как же интересно жить в современном мире, когда очевидные прогнозы могут не сбыться, а не очевидные события произойти. Тут как бы всем сразу не стоит заранее радоваться. Все может быть. Между прочим, знающие люди говорят, что тот же Трамп может поменять свое отношение к России буквально в один твит. Трампа могут спокойно убедить суммы оборонных заказов, которые выросли кратно после нападения России на Украину, в открытую. Да и Трамп предвыборный и Трамп избранный – это же два разных Трампа. Думая, такое тоже можно сказать и о Ле Пен. Ну а вы смотрите сами. Ну и конечно, щедро комментируйте этот выпуск, ставьте лайк видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал, если этого до сих пор не сделали. Правильные кнопки сами знаете где. В конце июня, как вы помните, в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором был и Владимир Зеленский. Тогда Брюссель и Киев официально начали переговоры по поводу вступления Украины в ЕС. Тогда же полной неожиданностью для бывалых обозревателей стало то, что венгерский премьер Виктор Орбан лично подошел к украинскому президенту и между ними состоялась эмоциональная беседа. Виктор Орбан лично подошел к украине. Все тогда усердно пытались угадать, о чем же говорили два лидера, у которых кардинально разное видение ситуации на континенте и подходы к завершению войны в принципе. Чего греха таить? Ради своего европейского будущего Киев пошел на значительные уступки в болезненном вопросе национальных меньшинств Закарпатья. Венгрия себя вела в Закарпатье приблизительно так же, как Россия ведет себя на востоке Украины. Помните скандал, который разгорелся пять лет назад, когда в сеть попало видео, как на венгерском консульстве в Берегово выдавали украинцам венгерские паспорта. Это я вам напомнил, чтобы вы, не дай Бог, не подумали, что упертый Киев ужасно обижает своих угроговорящих граждан. Нет-нет, Орбан настолько любит Путина, что можно было бы даже задаться вопросом, а не пообещал ли российский диктатор ему часть украинских земель в случае своей победы на поле боя. Но это уже, конечно, из рода тотальной конспирологии. В любом случае, Орбан приехал в Киев впервые за девять лет. Приехал, когда процесс евроинтеграции Украины в самом разгаре, а Будапешт главенствует в Евросоюзе. В качестве кого же приехал Орбан в Киев? Национального лидера или представителя целого политического блока? Это, пожалуй, никто так и не понял. Но в Брюсселе тут же отреагировали, что личные забаганки Орбана никак нельзя представлять как позицию всего Европейского Союза. Орбан при этом неожиданно для всех пообещал Зеленскому открыть украинскую школу в Будапеште. Говорил о двухстороннем соглашении с Украиной и спрашивал, чем может быть полезен как глава Совета ЕС. Украинское издание НВ опубликовало интервью с директором The Institute for Central European Strategy Дмитрием Тужанским, в котором говорится, что Орбан предложил Зеленскому свой собственный план мира, который на самом деле просто пиар. Венгерский премьер говорил о нем очень осторожно, ну, чтобы, не дай бог, никого не обидеть. Начал с того, что уважает инициативу Зеленского, но просит рассмотреть прекращение огня. В Киеве это восприняли, что Орбан приехал передать сигнал от Путина или Си. Нет, спасибо, сказали в Киеве. Зеленский явно не сторонник того, чтобы идти на поводу у Путина, даже если парламентером выступает страна, которая одновременно входит и в НАТО, и в ЕС. Но при этом в Киеве все время понимали, что рано или поздно переговоры с Россией все равно состоятся. Следующий саммит мира в Саудовской Аравии анонсируется как мероприятие, в котором точно будет участвовать Россия, хоть на каком-то уровне. При этом идея прекращения огня до переговоров Зеленскому явно не нравится. Здравый смысл и опыт минских соглашений говорит о том, что любую паузу в войне Москва тут же использует на свою корость. Хотя точно то же самое говорит и Путин. Смотрите сами. Сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооружённого конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. Разрешите продолжение темы прекращения огня, Вадим Вадимович. Да, и поэтому прекращение огня без достижения договорённости невозможно. На самом деле мы все должны понимать, что у Венгрии свои интересы в ЕС, и они будут их отстаивать. Грубо говоря, Будапешту нужны европейские деньги, а получить их, игнорируя болезненный украинский вопрос, точно не получится. Вот он и пытается усидеть одной задницей сразу на трёх стульях. Во всех своих соцсетях для внутренней венгерской аудитории Орбан представлял свою поездку в Киев как ничего себе героический поступок. Больше суток в пути, да ещё и есть вероятность попасть под дружественный ракетный огонь Москвы. Перспектива такая себе. Орбан к такому не привык. Но уже в пятницу прямо из Киева всё-таки рванул в российскую столицу. Венгрия и Австрия. Две страны западной орбиты, всё ещё напрямую говорящие с Путиным после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Венгерский министр иностранных дел Пётр Сеярта даже ездил к Путину на экономический форум в Питер. Но это уже совершенно другая история, которая сильно пахнет российским газом. Интересно, что обе поездки Орбана официально не были анонсированы. О том, что премьер Венгрии вслед за Киевом может посетить Москву, написала накануне Financial Times. Но сам Орбан ещё утром в пятницу не подтверждал это, ссылаясь на деликатные обстоятельства. О своём прибытии в российскую столицу Орбан сообщил, опубликовав в соцсети «Х» фото на фоне надписи «Москва» на терминале аэропорта Внуково, подписав его так «Мирная миссия продолжается. Вторая остановка — Москва». Позже Орбан всё же рассказал, что приехал в Москву, чтобы узнать мнение Путина по трём вопросам. А именно, его отношение к уже имеющимся планам мирного урегулирования, отдельно к предложению Орбана, которое Зеленскому не понравилось. Ну, то есть, объявить перемирие, а затем провести переговоры. И, наконец, как же Путин видит послевоенное устройство Европы? Ответы Путина на эти вопросы Орбан, по его словам, услышал. Но что именно сказал Путин, Орбан так и не рассказал. Для Путина такая поездочка стала шикарным подарочком. Изгой на мировой арене принимал у себя лидера страны ЕС и НАТО. Причём, напомню, что на полгода Будапешт будет главенствовать в Союзе. Старушка Европа при этом особо, очевидно, не паникует. Мол, там готовы ко всему, а демократия – это как раз о том, что каждый может делать то, что хочет. Правда, всё равно победит. Тем временем, глотнувший московского ветра перемен, Орбан написал разлогую статью в издании «Ньюзвик», где предрёк самоубийство НАТО, если Альянс не прекратит поддерживать Украину. Тут понимаете, какая незадача. Даже если поверить Путину, что НАТО нарушила все договорённости и начала расширение на восток после прекращения Варшавского договора, то Венгрия начала переговоры о своём вступлении сразу после тоже. Ну, то есть, тоже, получается, нарушила и пошла вразрез с хотелками Москвы. Орбана это точно при этом не смущает. Ну, а вы что думаете? Если смотрите программу в интернете, то обязательно оставляйте комментарии под этим видео, а также можете поставить лайк и подписаться на наш YouTube-канал. Астана на прошлой неделе принимала саммит Шанхайской организации сотрудничества, сокращённо ШОС. Поговаривают, что Лукашенко там стало изрядно плохо, но не настолько, чтобы уж совсем. Там, кстати, Беларусь официально приняли в организацию, чем белорусский диктатор несказанно гордился. В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов. В преддверии саммита Бриф писал, что Лукашенко якобы подзадолбался от войны Путина и от того, что тот постоянно готовит нападение на Украину с его суверенной территории, на что белорусский диктатор якобы не даёт согласия. На саммит в Астану Лукашенко вроде бы ехал, чтобы поговорить с Си Цзиньпином, чтобы тот, в свою очередь, убедил Путина угомониться и начать мирные переговоры. Лукашенко также сильно беспокоит, что чиновники из Кремля лезут в его собственную семью и пытаются выбрать ему преемника. А он, мол, и без советов разберётся. Что ж, встреча с Си в Астане действительно состоялась. И там Лукашенко действительно говорил о китайском варианте мира. Мы готовы, всячески имеем возможность, всячески поддерживать все ваши инициативы. Особенно главную инициативу по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии. Ну и показательно, что на саммите Путин отвечал на заранее согласованный вопрос. Почему, мол, у Беларуси с Россией до сих пор нет общего парламента и общей валюты? Государства-то вроде бы как союзные. Нужно ли сейчас переходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента? Ну, это вопрос времени. Я согласен с Александром Григорьевичем. Нужно, как следует, укрепить наши отношения в сфере экономики. И то же самое касается финансов и единой валюты. В целом, никто не говорит о том, что этого невозможно или нельзя, или не нужно делать. Нам нужно, чтобы мы для этого созрели экономически. При этом Лукашенко сейчас в ситуации, когда и хочется, и колется. Ведь ровно накануне саммита он небеспоказной гордости демонстрировал на военном параде в Минске ядерные пусковые установки России. «Искандер-М» впервые в парадном шествии. Это мощнейший оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения целей в глубине оперативного построения войск на дальности до 500 километров. Способен применять ракеты и в ядерном оснащении. Короче, тот еще саммит в Казахстане получился. Лукашенко приехал давить на Путина, Путин давил на Лукашенко, а в это время Китай решал свои собственные вопросы. Пекин просто жаждет установления нового мирового порядка. И угадайте, кому же там отводится главная роль? Ясно, что ни Москве, ни Минску. Россия просто батарейка для китайской экономики не более. Дойче Валена Русском пишет, что на переговорах между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 3 июля, это их вторая личная встреча за последние шесть недель, стало ясно, что Китай связывает с ШОС далеко идущие планы. Цитирую. «Учитывая постоянно меняющуюся международную обстановку, мы должны стремиться защищать законные права и интересы стран и сохранять основные нормы международных отношений», заявил глава КНР. На Западе понимает стремление Пекина к лидерству. Ну, как понимает? Понимает, что он стремится. И почему стремится? Президент Финляндии Александр Ступ заявил, что зависимость России от Китая достигла такого уровня, что Пекин мог бы прекратить войну в Украине, если бы этого, конечно, захотел. Об этом Ступ рассказал в интервью Bloomberg, опубликованном как раз-таки 3 июля. Причем Китай действительно бы выиграл, если бы приструнил Путина. Ну, в глазах европейцев так точно. Пекин не испытывает политической турбулентности, в которую одним махом сейчас попали Вашингтон, Лондон, Париж, до чего греха таить Берлин тоже. Один лидер, одно слово, один результат. Но Китай не мыслит западными категориями и зачем-то хочет играть в долгу. Главное, чтобы в Москве понимали зачем. Ведь чем дольше тянется война, тем в большую зависимость от Китая попадает Россия. И, судя по всему, Си Цзиньпин хочет сам решать, когда ему сказать «горшочек, не вари». Связать руки России по самой пятке, а потом прекратить войну. План приблизительно такой, я думаю. Тут я бы внимательно присмотрелся к президенту Казахстана Касым Жамарту Такаеву. Тот спокойно говорит на китайском языке, явно понимает менталитет Си и точно не хочет играть второстепенную роль в тени России, которой досталась главная отрицательная роль в мире. Очень все интересно развивается. Ну прям очень. Ну и в завершении этого выпуска, хоть и не по теме ШОС, но очень интересные факты. Больше трети россиян поддержали бы ядерный удар по Украине. Такие данные приводит Левада Центр по результатам своего июньского опроса населения России. Так что Путин ли корень зла в самой России? Или это зло явление более широкого характера? Вы уж смотрите сами. Ну и вместо постскриптума, так сказать, обращу ваше внимание вот на какую новость. Митрополита Илариона, которого раньше называли правой рукой патриарха Кирилла, и даже ему самому пророчили патриаршее кресло, уличили в домогательствах к 18-летнему келейнику Георгию Сузуки. Митрополит Иларион выступает за запрет ЛГБТ, но также успел при этом обзавестись элитной недвижимостью в Венгрии стоимостью чуть более 2 миллионов евро, яхтой и прочими прелестями аскетичного православия по-русски. Георгию все эти тяготы буржуазной жизни священника очень и очень нравились, но вот сексуальные потуги духовного наставника нравились значительно меньше. Сначала Юнец потребовал от Илариона компенсации в несколько десятков тысяч евро, ну а потом не выдержал и передал журналистам новой газеты Европы аудиозаписи, на которых митрополит просит его раздеться, ну а затем угрожает. Короче, такие они, борцы против ЛГБТ в России, но Илариона в гомофобском вопросе переплюнули бойцы СОБРа. Они планировали налет на гей-клуб «Центральная станция» в Москве, но, как говаривал классик, вошли не в ту дверь. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. В отличие от Киркорова, СОБРовцы вошли не в ту дверь в прямом смысле и напали на посетителей соседней сауны. Она находится в том же здании, что и гей-клуб. Короче, можете себе представить, как люди в полной военной экипировке и с автоматами уложили полуголых людей лицом в пол и потом избили. Ну а некоторых даже забрали в ОВД. Неудобно, в общем, получилось как-то. Ну а на этом у меня все. С вами был Владимир Унец и программа «Смотрите сами». Надеюсь, вам было интересно. И с нетерпением жду новой встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok